Да, обращался. Мы проверяем качество работы наших северных центров. Могу ли задать вам несколько вопросов? Можно задать. Спасибо. Я должен вас проинформировать, что для улучшения качества осознания наш разговор записывается. Скажите, пожалуйста, была ли решена ваша проблема? Нет. Отпишите, пожалуйста, поподробнее. Я сдал телефон с проблемой. Сейчас, минутку. Я переключусь на другой связи. Вот. Сдал с проблемой. Сначала позвонили, сказали, что проблему не обнаружили. Заберите смартфон. Прихожу. Вот вам акт. Вы можете его обменять. А, когда сдавал, я попросил предоставить мне подменный смартфон на время ремонта. Мне устно отказали. Я написал претензию, мне тоже отказали. И в чине трех дней, положенных по закону защиты прав потребителей, мне другой смартфон подменный не предоставили. А в ремонте он был гораздо дольше лежал. Это первый вопрос. Хорошо. Смотрите, просто подменное устройство выдает магазин, где вы приобретали. А сердцентр этим не занимается. А, вот и ваш магазин официальный тоже отказался предоставить подмены. После того, как мне отказали, мне пришлось покупать другой смартфон для того, чтобы сдать вам ремонт. Это полный дебилизм. Ага. А какой магазин наш официально обращались? Просто у нас официального магазина Realme Store нету, поэтому только мы сотрудничаем с магазинами партнерами. Вот вы и звоните из какого города? Из России или из-за границ? Мы из России звоним. Вот. На смартфоне аппарата был указан ООО РМ Коммуникейшн, по-моему, называется. И на ТМОЛе этот именно магазин мне продал его. Ну, вот вы имеете в виду, на официальной онлайн-площадке заказали, да, такие есть магазины. Я имею в виду, в городе нет таких магазинов у нас официальных. А какая разница? Я написал по электронной почте до того, как сдать. Потом написал на бумажной почте после того, как сдал в сервису центра. Мне не предоставили подменный смартфон. Это раз. Во-вторых, я написал заявление на возврат. Попросил поменять смартфон. По закону защиты прав потребителей тоже имею на это. Официальный магазин этот, РМ Коммуникейшн, отказал в обмене. Во-вторых, то есть второе мое право нарушено. В-третьих, я говорю, ну, если возвращаете деньги, то пересчитайте на момент возврата. Мы не можем пока пересчитать. Сколько время займет, не знаем. Пришлите акт, пришлите то-сё. Я всё написал, и до сих пор ничего нет. Я послал по электронной почте. Адрес электронной почты был указан на коробке. То есть он предусматривает по закону, как вид связи, если указан на коробке со смартфоном. Послал письменную претензию. Девять дней не получали, только сегодня получили. Вы из-за этого звоните или ещё почему-то? Нет, мы просто проверяем качество именно сердца центров. Я вот как бы небольшой опрос вам хотел задать. То есть по подробным вопросам именно можете позвонить по этому номеру, уже поговорить с консультантами, со специалистами. Мы можем продолжить сейчас? Продолжайте. Довольны ли вы сроками проведения диагностики ремонта? Нет, недоволен. Сколько дней ваш телефон находился в ремонте? Точно больше недели. Ну, около 10 дней. Причём не ремонт был, а проверка качества. То есть диагностика была у вас? Да. Ремонтировать они я прозриваю. Вы передавали телефон сердце-центр напрямую через магазин или курьером? Напрямую. Считаете ли вы, что нам что-то следует улучшить в своей работе сердце-центрах? Конечно. В соответствии с законом о защите прав потребителей предоставлять подменный смартфон на время ремонта, если он длится больше 3 дней. Хорошо. Передать им данную информацию. Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что вы порекомендуете